Здравствуйте, меня зовут Анна Ганшина, я преподаватель сценарного мастерства в Санкт-Петербургской школе телевидения. В чем состоит принцип и суть нашего второго занятия? Мы идеальные зрители, гениальные зрители, мы все понимаем сразу. Нас не смущает ни жанр, нигде камера, никто кого, ни параллельный монтаж, мы все это считываем совершенно изумительно, обмануть нас невозможно. Мы гении, зрители мы гениальны. Мы видим жанр сразу, кто главный герой, хитросплетение, и киноязык считываем прекрасно. Но все меняется, когда мы должны это сделать сами. Мы оказываемся совершенно беспомощными, потому что мы не понимаем, как это делается. Поэтому мы должны внимательно разобрать структуру построения кинофильма. Она довольно проста, она называется трехчастной структурой, мы ее уже рисовали. Вот это называется арка-сценария, это кульминация. Вот здесь вот первая часть, здесь вторая, здесь третья. Значит, здесь помещается так называемый пролог, здесь помещается экспозиция, которая отвечает на вопрос жили-были, здесь происходит завязка, которая отвечает на вопрос, как вдруг. Потом происходит первое событие, которое отменяет весь этот мир, и картина понеслась вверх. Тут происходит еще таинственное второе событие, тут происходит не менее таинственная точка смерти, потом кульминация, потом доворот, потом развязки, финал и эпилог. Что это такое, мы узнаем на первом занятии. Для того, чтобы понять, как устроен фильм, для этого нужно фильмы разбирать. И, по-моему, Маки говорил, что если ты неделю смотришь один фильм, разбираешь его очень подробно, структуру, диалоги, герои, написание, режиссерскую работу, сценарную, операторскую и так далее и тому подобное, неделю, то, разобрав десять фильмов, ты резко повысишь свое мастерство. Только надо это делать очень сознательно и подробно. Степень понимания, о чем картина, это так называемый лог-лайн, это в двух-трех предложениях описывается содержание картины. Когда ты наконец осознаешь, что это, ты можешь удивиться. Допустим, мы смотрим фильм «Бриллиантовая рука», и на самом деле это история о том, как простак становится героем. И на самом деле это история о том, что в этом простаке сидит герой. Причем героический герой. И когда мы пишем лог-лайн, мы начинаем по-другому смотреть на конструкцию этого фильма. И вот этому мы посвящаем второе занятие. «Бриллиантовая рука» «Бриллиантовая рука» «Бриллиантовая рука» «Бриллиантовая рука» «Бриллиантовая рука» «Бриллиантовая рука»